Здравствуйте! Вы на канале Вики Рецепт и сегодня у меня для вас небольшая подборка куриных котлет, которые я готовлю довольно часто, так как все они вкусные и каждый рецепт вкусный по-своему. Это будут пожарские куриные котлеты, котлеты из курицы с грибами в духовке, котлеты с ветчиной и сыром и котлеты с овсянкой и кабачком в духовке. Первый рецепт – пожарские котлеты. Сказать, что они вкусные, это значит не сказать ничего. Снаружи получается по-настоящему хрустящая корочка, а внутри они такие сочные, что и не скажешь, что готовятся из сухой куриной грудки. Для котлет нужно много батона, 250 граммов на полкило грудки, лучше черствого. Я коплю попки от батонов заранее, срезаю корочки, кладу их в пакет и отправляю пока в морозилку минут на 30. Мякиш крашу в миску руками. Заливаю 100 миллилитрами 10% сливок и отставляю в сторону. Мне понадобится 500 граммов филе куриной грудки, это 2 куска. Сначала нарезаю их на ленточки, потом мелким кубиком и потом вот так рублю ножом. Собираю горкой и снова рублю. Итак, пожарские котлеты в моем исполнении будут рубленными. Размокший батон разминаю, кладу в курицу. 100 граммов мерзлого сливочного масла тру на крупной терке. И тоже добавляю в фарш. Кладу 1 чайную ложку соли и пол чайной ложки специй для курицы. Вымешиваю. У меня получается довольно вязкая масса. Достаю из морозилки корочки, измельчаю их в блендере до крупной крошки. Если блендера нет, можно порубить ножом. С замороженными это проделать легче. Кстати, обычно хлеб для панировки пожарских котлет вообще нарезают кубиком. Но мне больше нравится крошка. Она получается вот такой. Насыпаю панировку в плоскую тарелку. Собираю фарш руками, придаю форму котлеты и обваливаю в панировке. У меня получается 6 довольно крупных котлет. Я беру 4, а 2 замораживаю. В сковороде нагреваю масло и выкладываю котлеты. Жарю сначала на одной стороне до образования корочки. Затем переворачиваю и столько же на второй стороне. Потом перекладываю котлеты на противень, выстеленный бумагой для выпечки. И довожу до готовности в духовке при температуре 180 градусов в течение 20 минут. Смотрите, какая корочка. Она очень звонкая и хрустящая. А внутри котлетки мягкие, сочные и нежные. Это очень-очень вкусно. Второй рецепт. Котлеты с грибами в духовке. По этому рецепту они получаются очень сочными, с приятным ароматом грибов, неплотные, рыхлые, в общем вкусные. Одну луковицу нарезаю мелким кубиком. Один зубчик чеснока мелко рублю ножом. 150 граммов свежих шампиньонов нарезаю небольшими кусочками. 50 граммов сыра натираю на мелкой терке. Петрушку тоже мелко рублю ножом. В сковороде нагреваю 1 столовую ложку растительного масла, выкладываю грибы и жарю на умеренном огне, помешивая минут 10-15. Добавляю к ним нарезанный лук и чеснок. Обжариваю вместе еще минут 10. Потом даю немного остыть. В куриный фарш добавляю 50 граммов мягкого сливочного масла, петрушку и грибы с луком. Смешиваю. Куриный фарш, даже если он сделан из ножа, все равно немного суховатый. И сливочное масло исправляет этот недостаток. Теперь солю 1 чайной ложкой соли и добавляю 1 чайную ложку специй для курицы. Хорошо вымешиваю до однородности. Формую котлеты. Фарш набираю руками. Руки хорошо запоминают количество и все котлеты будут одинаковые. Придаю им овальную форму и обваливаю в панировочных сухарях. У меня уходит примерно 2 трети стакана сухарей. Котлет получается 6 штук. Кладу их на противень, выстеленный фольгой. Ставлю в нагретую до 180 градусов духовку на 30 минут. В середине процесса запекания котлеты переворачиваю. Вынимаю. Смотрите, какие они сочные. Масло даже вытопилось на противень, а на котлетах образовалась корочка. Они очень аппетитно выглядят и еще более аппетитно пахнут. Я беру хорошее сливочное масло и оно добавляет к куриным котлетам бесподобный сливочный аромат. Теперь смотрим, какие они внутри. А внутри они рыхлые, неплотные и мягкие, с кусочками грибов. Вкусно? Очень! Третий рецепт. Куриные котлеты с ветчиной и сыром. Такие котлеты с ветчиной и сыром внутри в классическом своем исполнении готовятся из тонко отбитого куриного филе. А я вам сегодня предлагаю более простой вариант котлет. Из куриного фарша. С батона для фарша я уже срезала корочки, а мякиш разломала на вот такие вот кусочки. Потребуется 150 граммов батона. Заливаем их 100 миллилитрами воды и оставляем размокать. А размокший батон добавляю в фарш. Фарша здесь 600 граммов. Кладу 1 чайную ложку соли и немного перчу. Теперь очень хорошо вымешиваю руками до однородной и немного вязкой массы. Молоком я батон не заливаю, потому что это лишнее. Никто не отличит, в чем размокал хлеб. В воде или в молоке. Вот сливками можно, но это дороже и они не всегда есть под рукой. Для формовки котлет потребуется доска. Делю фарш на 6 равных частей, кладу 1 часть на доску и разминаю руками в прямоугольник. Очень правильный мне не нужен. Толщина лепешки должна получиться примерно 5 миллиметров. Кладу на 1 половину ломтик ветчины, не доходя до краев. Сверху на него ломтик сыра и снова ветчину. Всего нужно 6 кусочков сыра и 12 кусочков ветчины. Теперь беру нож с широким лезвием и вот так вот параллельно доске подцепляю им свободную часть фарша. Теперь с другой стороны и залепляю руками. Чтобы поднять котлеты, снова нужен нож. Вот такая котлета у меня получилась. Она довольно большая, иначе никак. Но она вкусная, так что это хорошо, что большая. Для панировки беру 3 емкости. В одну разбиваю 2 яйца, хорошо взбалтываю вилкой. Во вторую насыпаю 2 столовые ложки муки. Кладу котлету в муку, обваливаю, стряхиваю лишнюю муку или подсыпаю, где ее нет на котлете. Теперь окунаю в яйцо. Обваливаю в сухарях. Их нужно примерно 1 столовую ложку на одну котлету. И так повторяю со всем фаршем. Когда все котлеты будут готовы, отправляю их на 15 минут в морозилку. Это нужно для того, чтобы они лучше жарились и не развалились на сковороде. В сковороду наливаю масло, нагреваю и выкладываю котлеты. Жарю сначала на большом огне. Когда на нижней стороне образуется корочка, переворачиваю и жарю на второй. Теперь снова переворачиваю и жарю уже на умеренном огне по 3 минуты на каждую сторону. Убавляю огонь до слабого. Закрываю крышкой и выдерживаю котлеты еще 5 минут. Готово! Теперь посмотрим, что у меня получилось. Разрезаю котлету и вижу, как из нее аппетитно вытекает расплавленный сыр. Просто и очень вкусно! Четвертый рецепт. Котлеты из куриной грудки с кабачком. Фарш, приготовленный из куриной грудки, получается сухим. И чтобы котлеты из него были вкусными и сочными, добавляю в него кабачок. В таком случае, даже запеченные в духовке, они не будут сухими. Но кроме кабачка, я добавляю и другие ингредиенты. Овощи для котлет я натираю на мелкой терке. Сначала тру морковку. Ее здесь одна большая морковка, примерно весом 80 граммов. Половинку кабачка, у меня это примерно 180 граммов, натираю на крупной терке. Кабачок у меня молодой, поэтому натираю прямо с кожицей. В фарш добавляю полстакана овсяных хлопьев, тертые морковь и кабачок. Кабачок немного отжимаю от излишков влаги. Разбиваю 1 яйцо, добавляю 1 чайную ложку соли, пол чайной ложки специй для курицы и 2 чайные ложки кетчупа. Хорошо все перемешиваю. Фарша у меня 300 граммов, я его делала из куриной грудки. Овсяные хлопья тонкого помола, я их предварительно не замачиваю. Вместо этого я дам готовому фаршу постоять 20 минут. За это время хлопья разбухнут, и этого будет достаточно. Формую котлеты. Всего у меня получается 8 котлет. Кладу их на противень, выстеленный фольгой. Сбрызгиваю растительным маслом и ставлю в предварительно нагретую до 180 градусов духовку на 40 минут. По истечении 40 минут достаю котлеты. Смотрите, какие они получились аппетитные. Совсем не сухие. На них даже образовалась легкая корочка. Подаю котлетки с картофельным пюре. Оно лучше всего подходит к нежным котлетам из куриного филе. Пробую. Котлеты мягкие, рыхлые. Видны кусочки кабачка и морковки. И на вкус они очень сочные и вкусные. Вот такую небольшую подборочку котлет я вам сегодня подготовила. Выбирайте, пробуйте. И если вы не подписаны на мой канал, самое время подписаться, чтобы не пропустить новые рецепты. Также у меня есть каналы на Яндекс.Цен, на Ютуб, на Рутуб и в Телеграм. Есть группы ВКонтакте и в Одноклассниках. Все ссылки вы найдете под видео или в профиле. Подписывайтесь на удобный для вас формат и не забывайте ставить лайки. Приятного вам аппетита!